1863 год является рубежным в истории и русской общественной мысли, и в истории русского общества, и во многом в истории русских национальных проектов. 1863 год — это год польского восстания, который начинается в январе этого года. Он обозначает важнейший рубеж на пути и национальной политики, и на пути тех вариантов нациостроительства, которые являются обсуждаемыми. Он закрывает целый ряд ранее обсуждаемых проектов и возможностей. И, что особенно важно, 1963 год делает национальную проблематику предельно актуальной для империи. С этого времени мы можем видеть, что имперский центр начинает активно мыслить в уже модерных национальных категориях. Если на предшествующем этапе, если в ситуации, например, второй половины 50-х, начало 60-х годов, язык национализмов, язык модерных наций является отнюдь не универсально распространенным и зачастую процессы, связанные с нацией, нациостроительством, не очень прозрачны, в том числе для имперской администрации, то с этого времени уже сама имперская администрация выступает не просто как понимающий этот язык, но становится одним из активных и сознательных игроков в рамках нациостроительства. Собственно, к 1963 году и в ситуации 1963 года отчетливо формулируется несколько ключевых программ. Я позволю себе остановиться на двух самых известных о альтернативных слонофильской национальной программе. В 1963 году свою позицию предельно отчетливо и последовательно заявляет Михаил Котков. Михаил Котков в это время только ставший редактором московских ведомостей, до этого успевший основать один из самых известных русских журналов «Русский вестник», бывший профессор московского университета, профессор философии, учившийся в Германии, испытавший огромное влияние Шеллинга. Человек, чья репутация во многом определяется его ролью и позицией в более поздний период, особенно в 80-е годы, разумеется, вплоть до его кончинности в 2007 году, когда он предстает как не просто одна из ключевых фигур царствования Александра III, но и одна из традиционно оцениваемых наиболее негативно. Если мы говорим о позиции Коткова в 1963 году, то она, с одной стороны, органически связана с той позицией, которую Котков займет уже в 80-е годы, с другой стороны, достаточно непривычно для традиционного изображения Коткова. А именно Котков в это время выступает, во-первых, конституционалистом, разумеется, в рамках конституционалистов он является сторонником представительного правления, и представительное правление здесь мыслится как необходимое для национальной перестройки, для национализации Российской империи. В отличие от славянофильского проекта, который мыслит в качестве критерия национальной идентичности конфессиональную идентичность и ее трансформацию уже в модерную идентичность национальную, Котковский проект исходит из, если угодно, французского видения нации, а именно нации как культурного единства и, в первую очередь, языкового единства. То есть нация — это политическое сообщество, которое имеет определенный набор критериев вхождения. Еще раз подчеркну, в первую очередь, язык. Соответственно, Котков, например, в отличие от славянофилов, говорит о возможности быть русским иудеем, русским католиком, русским православным или русским лютеранином. Однако для Коткова принципиально невозможен другой вариант. Для Коткова невозможна ситуация, чтобы человек в рамках Российской империи при этом имел некую иную идентичность. То есть, попросту говоря, православие само по себе не является здесь национальным критерием. Православный болгарин или православный серп оказываются чуждыми тому самому национальному сообществу, которое выстраивает Котков. И напротив, человек любого исповедания, который входит в эту национальную общность по критериям языка и культуры, оказывается в политическом смысле именно русским. Почему это все связано с конституционным проектом, почему это связано с представительством и связано с польским вопросом? Дело в том, что особенно актуальным для Коткова в 1963 году является создание представительного органа власти, создание некого российского парламента, как способ в том числе и решение польского национального вопроса. А именно в оптике Коткова общенациональный парламент должен растворить в себе польский вопрос как частный. Да, разумеется, представители царства польского или польские депутаты, которые будут посланы, например, от северо-западных или юго-западных губерний, будут представлены во всероссийском представительном органе. Но они потолут посреди русского большинства, и тем самым, в частности, активная нациостроительная политика будет осуществляться в данном случае демократическими и конституционными методами. Котковский проект трансформируется к 80-м годам в рамках той же самой логики. А именно, для Коткова по мере движения 70-80-х годов возникает все большее сомнение в том, насколько русское общество сформировано как политическое, насколько оно способно быть политическим субъектом. Соответственно, субъектом нациостроительства, тем, кто выстраивает это сообщество, должна выступать центральная власть. В современной историографии позицию Коткова уже зрелую, позднюю позицию, принято обозначать как бюрократический национализм. Соответственно, те методы нациостроительства, которые предлагает Котков, это активная национальная программа по французской модели, то есть предполагающая, например, систему массового образования, то есть, в первую очередь, школы, которая предполагает активное воздействие на общественное мнение через государственную печать, которая предполагает, в частности, создание системы железных дорог, преследующие те же самые национальные цели и тому подобное. Ну, собственно говоря, все это достаточно хорошо знакомо по европейскому материалу. 1963 год интересен и тем, что он, можно сказать, ставит крест на альтернативном проекте трансформации империи, а именно том, который связан с именем Валуева в это время, с 1661 года, министра внутренних дел Российской империи. Валуевский проект, в принципе, можно назвать как своего рода австрийским проектом, но тем, который в полной мере в Австрии будет реализован чуть позже, по соглашению 1667 года, хотя трансформация Австрийской империи активно началась как раз в 1661 году. Речь идет о том, что необходимо трансформировать имперское целое, но именно сохранив его в качестве имперского. То есть, другими словами, местным элитам необходимо предложить некий новый интерес, то, что сделает для них имперское целое, сохранение имперского пространства вновь привлекательным. Имперский центр должен поделиться с местными силами, местным дворянством, например, в первую очередь, с той же самой польской шляхтой, частью своих прав и возможностей. И через это, что очень важно, через центральное представительство, он заинтересует местные силы в существовании вот этого имперского целого. Понятно, что основной вопрос, который существует для Валуева, это то, как можно инкорпорировать местные элиты не индивидуально, поскольку процесс индивидуальной инкорпорации достаточно успешно осуществляется и до, и после, а как можно инкорпорировать те группы, которые не получается, невозможно инкорпорировать в индивидуальном плане. То есть, в первую очередь, здесь речь идет, опять же, о царстве польском. И вот ситуация 1963 года, когда предыдущий вариант трансформации царства польского, проект маркиза Велопольского и наместника великого князя Константина Николаевича окажется, в конце концов, отвергнут, в том числе, за счет невозможности в ситуации 1962-1963 года заключить соглашение с польской аристократией, он сделает, по большому счету, неактуальным Валуевский проект и, соответственно, поставит крест на своего рода австрийском варианте трансформации Российской империи, в то время как предшествующие события 50-х годов в Австрийской империи положат крест на пути осуществления активной национальной политики в рамках Австрии, построенной по модели, близкой к французской, той самой, на которую оглядывался Михаил Никифорович Котков. И на основе которой он выстраивал свое видение проведения нациостроительства в рамках Российской империи. Субтитры создавал DimaTorzok